Александр Мусиенко, военный эксперт и руководитель Центра военных правовых исследований, сейчас на канале Freedom. Давайте с ним и обсудим то, что мы сейчас увидели на экране, в том числе. Александр, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Вот позвольте статистику, да, обсудим в двух словах. Видим, действительно, почти 55 тысяч уже российских военных погибло на территории Украины. Я так понимаю, что среди них, конечно, ведется учет не только российских кадровых военных, да, комбатантов, но также и тех, кого Россия отправила на эту войну с временно оккупированных территорий, с так называемых ЛДНР, среди них кадыровцы, просто наемники, уже, возможно, зэки. Скажите, вообще в рамках военных кампаний это существенно? И когда может страна почувствовать, такая как Россия, подобные потери? Или там, в принципе, у них как бы безлимит, так скажем, на живую силу, которую можно отправить в Украину? Ну, вы знаете, что, конечно же, сейчас все чаще, если посмотреть в России, очень много пишут и говорят о том, что надо чуть ли не полноценную мобилизацию объявить, значит, вставай, страна огромная, повторять, все на фронт, все на победу и так далее, и так далее. То есть, ну, скажем так, да и в Кремле, судя по риторике и судя по тому, что говорит российский президент, установка воевать до последнего россиянина. То есть, я, судя по всему, что они делают и как они продолжают это делать, установка именно такая. Но суть в чем? Суть в том, что, я думаю, далеко не всех устраивает то, что происходит, и далеко не все рады, потому что настроения, они меняются. Если по сравнению, скажем так, на состояние конец февраля, начало марта, это были одни настроения, и это было такая, скажем, стопроцентное, чуть ли не стопроцентное одобрение так называемой специальной военной операции, а на самом деле агрессивной войны против Украины, то по состоянию на сегодняшний день мы видим и можем констатировать следующие факты. Первое. Сотен тысяч добровольцев в России не штурмуют военкомат. Но это факты. То есть, нету такого, и, в принципе, такой информации нету, и таких процессов нет. Второе. Что можно констатировать? Нарастает недовольствие, которое, скажем, ретранслирует органы местного самоуправления. По состоянию на сегодняшний день более 70 муниципальных депутатов из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Яшкар-Алы подписали петицию с требованием об отставке российского президента. Кстати, это вещи, прямо связанные с мобилизацией как раз и с вашим вопросом о том, скажем, влияет ли или не влияет. Дело ведь в том, что как только в Петербурге начали рассылать повестки, так сразу и пошли соответствующие обращения. Поэтому отчасти влияет. Но, видимо, еще, скажем так, не влияет до такой меры, когда действительно будут какие-то или протестные настроения, или настроения саботировать процессы. Возможно, они не будут там проявляться в открытую выходе на улицы, протестных акциях и так далее. Возможно, это будет своего рода такой саботаж этих процессов. Возможно, что-то другое. Но, тем не менее, скажем, это еще не имеет какого-то решающего фактора. Все же еще война продолжается. И мы видим, несмотря на большие потери, которые несут российские войска, несмотря на деморализацию по многим направлениям личного состава, это еще не имеет, скажем так, решительного влияния. Александр, вот вы наверняка видели этот ролик. Его невозможно было не заметить. О том, как Евгений Пригожин, куратор ЧВК «Вагнер», вербует зэков для отправки на войну в Украину. Из интересных обещаний, то, что полгода и после этого 10-летний срок, который еще нужно отсиживать в тюрьме, могут скосить, могут простить и будет подписана амнистия. Что примечательно, по закону Российской Федерации амнистировать может президент. То есть, соответственно, Путин должен будет выпускать зэков, которые убивали кого-то внутри Российской Федерации, в знак одобрения за войну в Украине. Но это такой вопрос, кто, конечно, в течение полугода из тех, кто пойдет воевать, сможет реально вернуться, а не останется в Украине навсегда. Вопрос вам следующий. Вроде как до полумиллиона зэков во всей России, 450 тысяч. Но это, по крайней мере, Марк Фейгин так говорил, российский оппозиционер и правозащитник. Скажите, сможет ли вербовка зэков заменить настоящую полноценную мобилизацию в России, а вот исходя из тех целей, которые вы сейчас видите? Или это невозможно, потому что абсолютно другого уровня люди, другая мотивация? Мы же понимаем, что зэков все-таки замотивировать, достойно воевать, наверное, вряд ли получится. Или как вы считаете? Ну, вы знаете, я думаю, что нет. Во-первых, тут необходимо несколько ремарок сказать. Потом же Пригожин, который, к слову говоря, он же и сам отбывал наказание в свое время, как раз в конце 80-х годов, он сказал такую фразу о том, что либо это будут зэки, либо это будут ваши дети, родные и так далее, обращаясь к россиянам. Но суть-то в том, что призывают и бросают на войну не только зэков, но бросают тех же самых детей, родных и так далее, и продолжают это делать. То есть этот процесс продолжается, и в этом тоже неправда. Не заменят, несмотря на то, что... Понимаете, какая-нибудь ситуация. Многие люди наверняка, вот они же прекрасно помнят, смотрели там фильмы, читали книги, и, во-первых, они знают, что для людей, которые отбывают наказание, во-первых, сотрудничество с органами государственной власти, государственной власти, это, скажем, такой не очень, мягко говоря, правильный и корректный шаг в их субкультуре. Это раз. Кстати, необходимо напомнить историю штрафбатов в советские времена. Ведь дело в том, что фактически штрафные батальоны и места отбывания наказаний, они разделились. Были те, кто поддержал и вступили в штрафбаты, а были те, кто остались. И потом те, кто вернулись, мы знаем, во что это вылилось, в огромные, скажем так, бунты, кровопролитие и так далее, это непосредственно в тюрьму. Так вот, сейчас, конечно же, будет часть тех, кто согласится, и кто пойдет воевать под разными предлогами, кто-то заработать, кто-то действительно получить амнистию, а кто-то еще и под предлогом того, что можно где-то намародерить, награбить и тому подобное. То есть это же тоже, понятно, я думаю, что свободу действий в этом плане им тоже пообещали, этим людям на оккупированных территориях они могут, и мы видим, как это все происходило и происходит у нас. Вот, но есть и другие случаи, например, я буквально вчера прочитал рассказ одного из правозащитников российских, который еще там может работать, который описал случай, как в Мариэлл республики просто принудительно двоих заключенных вывели, посадили в Вороноке, вывезли фактически в аэродром и далее на военные сборы. То есть даже, в принципе, и какого-то выбора не давали, ничего не спрашивали. Такие случаи тоже есть. Но следующий момент еще в том, что несмотря на вот эти все пригожинские дуры по тюрьмам российским, дело ведь в том, что сейчас начались рассылать повестки так называемым резервистам в России по всей территории, и их призывают на военные сборы. Это в первую очередь по двум организациям. Это организация сухопутных войск военно-патриотического движения БАРС, вторая организация военно-морских сил флота российского, это «Тигр». Их как раз вот сейчас призывают на военные сборы, и это уже происходит практически по всей территории России. То есть, конечно же, одними, скажем, заключенными войну не выиграть. Их особенность, кстати, в том, что, понимаете, в чем их опасность даже. Их опасность на поле боя не такова, как там у профессиональных военных, и военнослужащие это подтвердят. Их опасности как раз исходят для мирного населения на оккупированных территориях. Вот там опасности, потому что очень часто это заканчивается грабежами, убийствами, драками и так далее. Вот для чего, как метод устрашения и как метод устрашения для оккупированных территорий и людей там, этих людей еще могут использовать. Но как метод участия в боевых действиях и эффективных военнослужащих, наверное, что нет. Вы знаете, да, и вот с подтверждением вашего слова, буквально накануне вечером в сети появилась переписка одного из зэка. Вот мы говорим именно о Марии Элл с его девушкой, где он пишет о том, что он даже готов и сбежать, попав на территорию Украины, сбежать за границу, лишь бы только не участвовать в этой войне. А касаемо страхов и касаемо бессилия, вот давайте поговорим об этих последних ракетных ударах, которые были зафиксированы в Украине. Это попытка оставить людей без света, без жизни, это мы уже видим, это само собой, но без света, без воды сделать какую-то гадость откровенную за свои же миллиарды, которые можно было бы потратить на совершенно другие цели, понятное дело. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к этой выходке, скажем так, к этой жажде мести? Или это какой-то целенаправленный план, какая-то стратегия, которая еще пока непонятна? Ну, это и месть, конечно же, за провал в Харьковской области и успешное наступление украинских сил. С одной стороны, это действительно месть. И, к сожалению, прогнозируемо, поскольку мы видим, что Россия очень часто мстит именно, российские войска, российское руководство мстит именно мирному населению. Но так происходит. Но вот я хочу сказать, что это и план, и целенаправленные действия, исходя из чего? Вот на пресс-конференции в Самарканде, где был российский президент Путин, там, где проходила Шанхайская организация сотрудничества с саммит, он сказал одну такую вещь, что мы уже подали несколько сигналов и нанесли несколько болезненных ударов по Украине. И это было как предупреждение. Если не поймут, то будут еще. Но я вам хочу напомнить, что несколько ударов за это время были нанесены как раз по гражданской инфраструктуре и по мирным городам. Это и Харьков, мы знаем объект инфраструктуры электростанции, это Кривой Рог, гидротехнические сооружения, которые, в принципе, не представляют никакую военную ценность, исключительно в целях гражданских построенных и так далее. Был удар еще, кстати, по центру Краматорска, тоже именно по городу и не только. То есть, мы видим, что фактически таким образом российский президент говорит о том, что, во-первых, по его мнению, нанесение ударов по гражданским объектам – это нормально. Во-вторых, говорит о том, что такие удары могут продолжиться. Ну и, в-третьих, он фактически воспринимает этот способ ведения боевых действий. Вот ракетный террор для него это оказывается нормально. На самом деле это ненормально. На самом деле цель понятна. Сейчас вырисовывается российской армией, кроме того, чтобы продолжать ракетный террор. Это еще и направление для того, чтобы накануне, понятно, отопительного сезона создать какие-то попытки техногенных катастроф, которые бы имели последствия для того, чтобы, ну, мы понимаем, для энергетического потенциала государства и так далее. Вот те цели, которые преследуются для того, чтобы создать максимальные неудобства для мирных граждан. И для того, чтобы, скажем, ну, и помимо того, чтобы создать неудобства, мы понимаем, что это имеет и негативные экономические последствия и так далее. Ну, в этом всем они признаются, об этом они говорят, что не имея побед на поле боя, они готовы далее продолжать воевать с гражданским населением. И, к сожалению, это на наивысшем уровне подтверждается, что еще раз говорит о том, что Россия действительно проводит политику государства-террориста на сегодняшний день. Вот об этом, да, хотелось бы спросить. Вот недаром же Соединенные Штаты Америки об этом говорят. Но почему-то дальше слов пока дело не заходит. Что мешает, по вашему мнению? Ну, вы знаете, во-первых, можно сказать, ну, скажем так, нам бы очень этого хотелось. Мы знаем, что есть обращения и украинского президента, и украинского парламента, соответствующие постановления. И политики, СМИ, ну, все об этом говорят. И, в принципе, это действительно так. Есть внутренняя ситуация в Соединенных Штатах, их соображениями, которыми они руководствуются, потому что это их решение, в конце концов, должно быть принято госсекретарем, либо президентом Соединенных Штатов. И они пока что на данный момент это решение откладывают. Но и даже говорят о том, что оно не будет принято. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае все-таки давление в хорошем смысле слова на наших партнеров будет продолжаться. И вот те кадры, которые мы сейчас видим из Изюма, да, последствия оккупации, вот те захоронения массовые, они тоже не могут оставаться без внимания и без реакции международного сообщества. Александр, у нас есть до минуты на этот ответ, простите. Путин также назвал, вот как раз в Шоссе, на этой встрече, да, в Самарканде с целью так называемой спецоперации «Читай война». И вот одной из этих целей является защита, мы должны правильно читать, разрушение Донбасса. Скажите, он действительно будет сосредотачивать на этом свои цели, как вы думаете? Ну, я думаю, что это поиск какого-то хотя бы оправдания, почему так все происходит. Ну, почему российские войска отступают с других направлений, вот, и для этого необходимо хоть как-то преподносить эти цели. Ну, тут же опять тоже необходимо понимать, на Донбассе они действительно активно сейчас ведут российские войска наступательные действия, демонстрируя, что там их активность возрастает. Но, тем не менее, они остаются еще на других позициях, на других территориях, на юге в частности, откуда не спешат уходить российские войска и сделают это только под давлением вооруженных сил Украины. Тут необходимо понимать, что Путин зашел бы так далеко, и в Украине в частности, как ему бы это позволили условия. Но отпор украинского народа не дал это сделать. Поэтому звучат такие заявления. Спасибо вам. Это было важно услышать. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был на канале Freedom. Спасибо вам.